Здравствуйте! Шива Това Гутово! Хорошей недели! Мы находимся в Мишли, в главе номер 21, в 20-м пасуке. По-русски он звучит так. Вожделённый клад и тук в доме мудрого, а глупый человек поглощает их. В переводе, вернее в оригинале. Сейчас. То есть, сокровищницы приятные и масло хорошее, оно находится у мудреца, а глупый человек, он всё это проглатывает, заглатывает. Объясняет Мальбим. Сейчас, один момент. Мальбим объясняет Мальбим, что здесь идёт речь о Машали, о примере, из которого мы должны что-то выучить. Пример говорит о том, что мудрец, у него не теряется никакая сегула, никакие полезные вещи. И отцаршело, и его сокровищница, она сохраняема у него. За это время моё изображение исчезло, это неважно. И сокровищницы, всё в его сокровищницах продолжает сохраняться. До такого состояния, что эта сокровищница наполняется и становится приятным посредством золота и без самим каких-то благовоний. А также в ней находится шементов, хорошее, приятное масло, которое даётся тоже в сокровищницу. И он приводит посук о том, что сказанного что увидели люди в сокровищнице Творца, золото и приятное масло, которое там было спрятано. Получается, что все эти вещи, они находятся в состоянии навэ. Навэгу. Навэгу, потом мы увидим, как Гаон переводит это, но переведём, чтобы как-то перевести что-то полезное, приятное, красивое. И человек, который глупец, он всё это закладывает и теряет, всё это истребляет. Всё, что есть у него в сокровищницах, он всё профукивает. Профукивает. Это был Машаль, это был пример. Нимшаль. Что это хотят нам сказать? Если в сокровищнице находятся материальные блага в виде драгоценностей и масла материальных, то мудрый человек, он думает мысли по поводу того, как оставить это постоянно в полезном состоянии. И это посредством того, что он тратит их, использует их для того, чтобы давать вздоху беднякам и делает гмелут хасодим, какие-то приятные для хасодим, какие-то, как слово хест перевести. О, добрые дела. И это остаётся с ним навсегда. Как сказано, что аватай гонзул и матава, а они гонастил и мало. Отцы, они прятали это снизу, а я прячу сверху. То есть, мои отцы, они прятали это в тех местах, до которых может дотянуться человеческая рука. Но я прячу туда, где человеческая рука не дотягивается. То есть, дздоку у Масим Тавим, хорошие поступки и дздока, которые остаются на Алла-Маба, на грядущий мир. Но человек, который глупец, он считает, что всё, что у него есть, он благодарит за это себя. Не творца, а самого себя. И, соответственно, он тратит это не на дздоку и позитивные вещи, а на не знаю точно на что. И, в конце концов, эти вещи, которые у него были собраны в его сокровищнице, они достанутся чужим людям и не останется у него в руке ничего после того, как он умрёт. Потому что это даёт малицу пример того, что отцер нахмат, вот хорошее, приятное сокровищница, и масло, которое духовное, которое в них есть, они являются сыгулой, они являются чем-то необходимым, полезным для человеческих душ. И шамин, мешха, кодыш, и часть этого масла, это масло, которое помазание для души, для святости. Это указывается, примером этого является роха, кодыш, дух, который ускорит от Всевышнего, и помогает человеку бахасагат всех лид, его достигать каких-то вещей через сейхаль. Поскольку понятно, что когда речь идёт о мудрости Торы, то это идёт не только за счёт способности человека, и не столько за счёт способности человека, сколько за счёт того, что есть Сьюта Дешмая, помощь Творца в изучении Торы. И это остаётся тому человеку, который является Навэй-Хахам. Что мудрец, он идёт по законам мудрости, но глупец, он сворачивает с путей мудрости из-за своих таавот, из-за своих желаний. Поэтому он тратит, заглатывает, тратит весь оцар, всё сокровищность свою, и истребляет его. И здесь объясняется, что это за оцар, и что это за масло. То есть дальнейшие псукимы, которые идут дальше, объясняют, о каком конкретном масле идёт речь, и о каких конкретных сокровищах мы сейчас говорим. Давайте сразу же, чтобы это было проще, потом перейдём к Гаону, а пока прочитаем ещё 21-й псук с Мальбимом и обсудим его. Он говорит, следующее за справедливостью и милосердием, он найдёт жизнь, справедливость и почёт. Читаю на иврите. Родевт сдоков и хэсет имца хаим, сдоков и кого-то. Человек, который преследует сдоку и хэсет, и добро, добрые дела, он найдёт жизнь, найдёт сдоку и найдёт кого-то. Почестью. Объясняет Мальбим, о чём идёт речь. Что мудрец, который бежит, преследует сдоку, то есть ищет возможность найти сдоку, это митсва, которая, сдока, это митсва между человеком и Всевышним. Здесь надо на одну секундочку. Существует митсвот, который называется Банадамла Хаверо у Банадамла Маком. Существует митсвот между человеком и Всевышним, и человеком, и другим человеком. Обычное понимание. Заповедь возлюби ближнего, как самого себя. Заповедь оказания каких-то услуг другому и так далее. Это заповедь, которая воспринимается как заповедь между человеком и его ближним. Здесь некоторый хедуш, что существует некоторый митсвот, который бепаштус на простом уровне называется Банадамла Хаверо, между человеком и другим человеком. А в Гагдаре Торе, в определении Тора, это называется Банадамла Маком. Например, митсва почитания родителей, что достаточно трудно объяснить и понять, собственно, тоже, почему митсвот почитания родителей относится к митсвот Банадамла Маком между человеком и Всевышним, а не между человеком и человеком. Поскольку она оказывается именно папе и маме, и, соответственно, вроде бы как ты оказываешь другому человеку. Но в скрижалях завета они были разбиты на две группы, пять и пять, всего десять. Правые скрижали, это митсвот Банадамла Хаверо, Банадамла Маком, между человеком и Всевышним, левые скрижали между человеком и человеком. Так вот, заповедь почитания родителей находилась на правых скрижалях, и это относится к заповеди между человеком и Всевышним. Здесь Мальбим говорит, человек, который преследует «Бздока» и «Бздока» — это заповедь между человеком и Всевышним. «Бздока» — это «Кмелут Хасадим», «Добрые дела» — это заповедь между человеком и другим человеком. Что посредством «Бздока» этих добрых дел у него остаётся у человека в его руке тот отцар, те сокровища, которые были набраны. И вот это материальное благо, он как бы делит Мальбим для того, чтобы нам как-то на примерах это объяснить, что существует отцар — это сокровище духовное, которое остаётся с человеком, и существует шемин, масло — это что-то, что материальная вещь. Понятно, что любое масло — это материальная вещь. Я не знаю, что это такое точно. Кремы для пресирания или что-то такое очень важное, дорогое и хорошее, которое остаётся в материальном мире. Поэтому хесед, который делает человек добро по отношению к другим людям, это остаётся с ним в материальном мире. А посредством «Бздоки» у него остаётся в руке и тот отцар, который у него был, те сокровища, которые у него были, для того, чтобы они остались с ним в духовном мире, в мире грядущем. И посредством хеседа, который он делает, у него в руке остаётся шемин, духовная часть вот этого масла, пресираний, который остаётся вместе с ним. И после этого, после того, как человек приходит в Алам-Гмуль, в мир награды, то там находится жизнь, вечная жизнь, и там находится с ним дздока, которая является высокая гагдара, которая есть в этой дздоке, то есть тут дздока, которую он дал, она остаётся с ним в грядущем мире. А добро, которое сделает Гошем в соответствии с этой дздокой, оно бесконечное и неисчерпаемое. И это те сокровища, которые остаются с человеком в Алам-Аббах. И кавод, почитание, это то богатство духовное, вечное, которое называется каводом. В Китвейкодыш, в различных книгах Танаха, существует понятие кавод, уважение, слава, я не знаю точно, как её перевести, почёт, который остаётся с человеком в мире Ницхи, в мире награды. И с хартов хорошая награда, будущее, которое есть, это настоящий кавод, настоящий почёт, который от садиким получает в награде Валам-Абба, когда они сидят и их аторейгам, бэрашейгам. И их короны находятся на их головах. И вот короны, это знак, аллегория почёта, которые получают садиким либо в Ганедане, либо в Аллам-Абба. Сейчас трудно сказать, что имеет в виду сейчас Мальбим, как он объясняет, поскольку Аллам-Абба объясняет, ну, сама Агдарат, определение Аллам-Абба, это 7-8-е тысячелетие и так далее. Но садиким и швим, ваторейгам, бэрашейгам, садиким сидят и их короны на их головах, это говорится и про Аллам-Абба, и про Ганедан, про жизнь после смерти. Поэтому я не знаю точно, что Мальбим хочет нам сказать, поскольку эта часть относится к обоим видам награды, которые существуют, и к Ганедану, и наоборот, к Аллам-Аббе. Но в любом случае, идея, которую развивает Шлома Амеллах согласно Мальбиму, этот человек, который преследует Сдоку, то это преследование Сдоки приведет к тому, что у него останется все, что он собрал в этом мире, все деньги, которые у него есть в этом мире, у него останутся и дадут вечную награду Аллам-Абба. Гмелут Хасадима, казание добра, которое он делает по отношению к другим людям, это как шемин аль-рошо, как масло, которое льется на голову. Масло, которое льется на голову, это пример помазания к души святостью царяка, аэн-годеля и так далее. Это та корона Торы, которая у него останется, корона Митцвод, которая у него останется и тот кавод, который он будет получать. Так Мальбим объясняет это Сугью. Теперь перейдем к Гаону. Гаон немножко не так весело объясняет, как Мальбим. Давайте разбираться. Он говорит, «Отцаран Ахмат Вашемин, то есть приятная сокровищница и масло находятся у человека, который хахам, а человек, который глупец, он все это дело проглотит и все потратит. Сказали наши мудрецы, приводит Гаон Митраж Танаем на книгу «Дворим». Танаем – это мудрецы эпохи Мишны, то есть стандартные Митражим, в основном все Митражрабы и так далее, это говорили о Мараем. Есть более ранние Митражим эпохи Танаем, вот он приводит этот Митраж на книгу «Дворим», который говорит, что такое «Отцар», что такое драгоценные сокровищницы, которые наполнены у человека, это Тойра. Нехмат, что такое «Отцар-Нехмат» приятные, это слова Невиим пророков, Шемен – это Ктувим, это Писание. Таким образом, все три части Танаха, «Отцар-Нехмат» и Шемен, они все упомянуты здесь, и эти три вещи, они находятся у человека, который хахам, мудрый человек, а глупый человек все проглозит и все растратит. Что имеется в виду? Когда человек учится с учеником, который Эйна-Хагун, учеником, который, ну, непорядочный ученик, с которым нельзя учиться, то это, в результате, это все проглатывается, все тратится в холостую. Гемора Хулин говорит, что человек, который учится с учеником, который Эйна-Хагун, который неприличный, непорядочный ученик, то есть, учится со всем Налышем Шамаем, не во имя небес, то это все равно, что человек, который его обучает, он все равно, что кидает камень в Авой-де-Зоре, который называется Маркулис. Есть, описано в Талмуде, в нескольких местах, в Геморе-Авой-де-Зоре, в Бауми-Циве, во втором береге, описано такой вид поклонения идолам, который описан отдельно, есть очень много идолов, в которых, понятно, что все виды идолопоклонничества, они обсуждаются в Талмуде, какие-то обсуждаются, но и наиболее популярные, а есть те, которые мало популярны, и тем не менее, они обсуждаются. В связи с чем? В связи с тем, что первое ощущение, и, может быть, это не просто ощущение, а первое понимание, которое возникает, что это настолько пренебрежительное отношение к идолу, что Тора его не запрещает. Тора запрещает такую авойду, такую службу, которая является неким уважением по отношению к идолу, не дай бог, но когда ты пренебрегаешь ими, то возникает ощущение, что нет здесь преступления, нет здесь никакой проблемы. Один из видов такого поклонения идолам, это когда ставятся примерно как городки, ставятся такие вот строения из трех камней, два камня, и на нем третий, между ними какое-то пространство, и человек в них кидает еще один камень. Один, два, три, и эти камни, которые падают в определенном месте от этого идола, они присоединяются к идолу и становятся тоже частью идола, и в них кидают следующие, и так далее. И вот это бросание камней была гавамина в Геморе, была точка зрения в Талмуде, что такое поклонение идолам не запрещается Торой, потому что... Какой величины камня вас интересует кидаются? Я думаю, что мы не будем сейчас это... Хорошо, здесь речь идет о камнях, которые кидаются, на этом остановимся. Вот, и вот эти броски этих камней, поскольку, когда человек бросает камень, это некоторое пренебрежение к идолу, потому что обычно в то, что ты держишь за божественную силу, не бросаются камнями, то поэтому Гемора предложила первую идею, что такое поклонение идола в Тору не запрещает, за нее нет наказания, и отвечает, что все равно есть, потому что в этом и есть поклонение этому идолу. Гемора приводит человека, который обучает Тору, Талмид Шейна Гагун, ученика, который не является приличным учеником, то есть человек, который учит Тору с целью не узнать Тору, узнать, может быть, он и хочет, узнать Тору, не потому что это заповедь Всевышнего, а для того, чтобы найти в ней какие-то изъяны, подчеркнуть какие-то вещи и так далее, очень трудно понять, кто является Талмид Шейна Гагун, я не хочу сейчас давать определение этому, поскольку это неоднозначный вопрос, но человек, который преподает Тору подобному человеку, он все равно, что бросает камень Маркулиса, то есть он добавляет к идолу еще силу идолов, поскольку бросок камня Маркулиса это один из немногих видов Авоида Зойры, когда тот, кто ей служит, он одновременно строит Авоида Зойру, каждый камень, он становится частью этого идола, поэтому человек, который дает Тору, тому ученику, которому противопоказано учить Тору, такое бывает, то этот человек из Торы превращает Тору в камень, в часть идола, это то, о чем здесь говорится, поэтому я возвращаюсь к комментарию Гаона, я немножко просто вошел в гемора, чтобы объяснить, о чем говорит Гаон, Гаон говорит о том, что вот Оцер Нахмат и Шемин, вот эти три части Танаха, они находятся у мудреца, человек, который мудр, он все время накапливает, и у него эта Тора накапливается, и продолжает расти количество оцарот, количество сокровищ в его копилке, то есть количество разных видов Торы, но человек, который глупец, он все это дело растращивает, проглатывает, он с одной стороны пользуется им, а с другой стороны все идет коту под хост, кто этот человек, который глупый, который все потратит, это человек, который преподает, имеется в виду Толмидхохам, но глупый, Он преподает Талмиду ученику, которому не надо преподавать, и тогда все, что он преподал, все, что он выучил, перестает быть сокровищницей Всевышнего, а становится частью Маркулиса. Это первый пируш, который дает Гаон, который сразу же переводит стрелки с материального мира на духовный. Я напоминаю, что Мальбим объясняет, что речь идет о вздоке, который человек делает, у него есть много денег, он накопил какое-то количество денег. Этот человек умный, он понимает, что эти деньги, это не совсем его, а не больше Всевышнего, и что они ему даны для того, чтобы он мог их потратить на то, чтобы накопить себе настоящую сокровищницу для Алама-Габа, и начинает это использовать с дока Маасим-Тавим. В таком случае он не потратил эти деньги, он остался с ними, только они из временного мира перешли в вечный мир. С этим завязали. Это первый пируш. Второй пируш дает Гаон, который говорит, что речь здесь идет о Торе. Оцер, Нехмат, Шемин, все это три части Торы. Тора-Навим-Тавим, Тора-Пророк и Писание. И человек, который их правильно тратит, она остается с ним, он преподает, что значит тратит, это не оставляет у себя, он преподает эту Тору. У него есть ученики, и тогда награда за изучение, обучение Тора, изучение Тора учеников, она будет с ним, и она будет для него наградой в будущем мире. И это тот оцер, который будет с ним пребывать всегда, это первая часть пасука. Теперь просто, чтобы это как-то леоктир определить, есть такая гемора, довольно странная гемора, но есть. Раби Йоханан как-то сказал какую-то вещь своим ученикам, Раби Лозеру и Рейшлакишу. Прошло какое-то время, и Раби Лозер и Рейшлакиш сидели и что-то такое обсуждали, к ним пришла тетенька посоветоваться по вопросу Тора, задала какой-то вопрос. Рейшлакиш сказал ответ, Рейшлакиш сказал, что нет, правильный ответ, вот такой-то, такой-то, и не сказал его от имени Раби Йоханана, а просто пересказал, вот как ему кажется, что вот так вот галаха. Я не помню даже, в чем был вопрос. Тетенька ушла, прошло еще какое-то время, и опять тетенька, тетеньки постоянно участвуют в Талмуде, приходят с вопросом, но на этот раз сидели Рейшлакиш, Раби Йоханан и Раби Лозер, втроем. И пришла и задала этот вопрос, Раби Йоханан дал точно тот же ответ, что когда-то дал Раби Лозер. Рейшлакиш посмотрел на Раби Лозера бабуша, так пристыдил его. Ты сказал это от себя и не сказал, что ты слышал от Барнавки, не сказал, что ты слышал этого от Раби Йоханана. Раби Йоханан обиделся, что это не было пересказано от его имени, но обиделся так, не по-детски. Он перестал разговаривать с Раби Лозером, прошло какое-то время, Раби Лозер несколько раз приходил просить прощения, Раби Йоханан отказывался его простить. До тех пор, пока не пришел к нему Рейшлакиш и попросил объяснить ему пасук. Он как-то иначе сказал, не так, как я хочу рассказать. Он сказал, можно я тебе покажу одну вещь, для того, чтобы ты простил Раби Лозера. И пришел с Танахом. Тот говорит, ну, показывай. Открывает Раби Лозер книгу «Яшо» об Энуна и написано «В Йомаре Яшо» искал Яшо. Говорит Рейшлакиш, вот ты видишь, здесь не написано, что Яшо искал от имени Маширабейну. А в Торе написано, что Яшо не отходил от Маширабейну даже на одну секунду. И все, что он передавал, он передавал от имени Маширабейну. Почему здесь не сказано? Потому что сказал Яшо, так сказал Маширабейну. Потому что и так все знают, что все, что говорит Яшо об Энуна, он говорит от имени Маширабейна. Также все знают, что все, что говорит Раби Лозер, он говорит от твоего имени. поэтому он не должен был сообщать, что так я слышал от Раби Йоханана, потому что он твой Талмит Мувхак, такой стопроцентный ученик, и все знают, что вся его тора – это твоя тора. Тогда Раби Йоханан простил Раби Лозера. Спрашивает Гемора, ну простил, хорошо, уже замечательно, как бы хэппи-энд, но а что Раби Йоханан так сильно обиделся на Раби Лозера? Ну не сказал этого имени, может быть не очень хорошо, ну и что? Что? Отвечает Гемора, что Раби Йоханан сказал, что каждый человек, который говорит какие-то слова торы от того, от кого он их слышал, во время, когда эти слова произносятся, то человек, который их произнес первый, уже умерший человек, его уста шевелятся в могиле. Сфафот, сефтатегами, довывод, бехевер. Его уста шевелятся, произносят вместе с ним в могиле эти слова. Что это значит? Это значит, что он получает награду за изучение торы, как бы сейчас учит эту тору, через много времени после того, как он умер. Поэтому человек, который обучает приличных учеников и делится им, с ними, своим сокровищем, то этот человек удостаивается того, что это сокровище тора, имеется в виду, которое с ним. Она у него, понятно, что она не уменьшается, она не только не уменьшается, она увеличивается, и она находится вместе с ним, когда он после его смерти, когда он уже какое-то количество времени находится в Алама-Ба, в грядущем мире, и находится с ним постоянно. И в такой ситуации он получает награду за тору своих учеников, когда они ее говорят, как будто бы он сейчас сам произносит эти слова торы. Это первая часть пасука, как его объясняет Гаон. Вторая часть пасука говорит, Человек, который глупый, он всю свою тору проглатывает. Он учится с учеником, который Ло Агун, учеником, который Ихвейс Што. И он не только, его тора пропадает, но более того, он как бы добавляется. Его тора становится частью авиерота этого человека, как человек, который бросает камень Марколеса. Поэтому именно этот пример приводит Гемора, а не какой-то другой Авой Дезоры, потому что это единственная Авой Дезора, которая делает так, что служба ей превращается в саму Авой Дезора. Камень становится частью Авой Дезора. Это первый комментарий Гаона на этот пасук. Второй комментарий от Нере. Еще мне кажется, что отцаром, сокровищами, называется Ирад-Ашем. Называется страх перед Всевышним. Как сказано, Ирад-Ашем и отцро. Это пасук, который сказал пророк Ишаяху, который говорит, что страх перед Всевышним является сокровищницей Творца. Почему страх перед Всевышним называется сокровищем? То есть, на первый взгляд, у Хакодж-Бургу есть много позитивных вещей, которые он может припрятать в заначку. Почему именно страх является той частью, которая является сокровищем? Объясняет Гаон, что обычно цари, цари, я так понимаю, я лично ни с одним царем не знаком, но я так себе представляю, что они вполне прилично обеспеченные, я имею в виду, материальные люди. И поэтому, что они прячут в заначку, что они кладут в свои сокровищности? Те вещи, которые являются очень редкими, которые трудно найти что-то подобное этим вещам. То есть, я действительно не могу точно представить себе, что происходит в сокровищнице у царя, но из таких вот далеких полудетских впечатлений, которые скорее даже детские, я сейчас подумал, там где-нибудь в Москве в оружейной палате, где припрятаны сокровища царя, какие-то блюда золотые или серебряные, которые занимают полстола и так далее. Какие-то вещи, которые являются редкими. И какие-нибудь алмазы, не просто маленький бриллиантик, а там корона Российской империи, что-то серьезное, шапка Мономаха и так далее. То есть, бриллианты, которые в нее находятся, это не просто какой-нибудь там маленький бриллиантик для колечка, которое женщина будет носить. Там что-то такое, булыжник-булыжник уже, что-то редкое такое, серьезное. Поэтому страх перед Всевышним, о нем сказано, что все находится в руках Творца, кроме страх перед Всевышним. Страх перед Всевышним – это то, что Акодыш Баругу, он им не владеет. Он оставил это для людей, и каждый человек должен сам добиться того, чтобы у него появился страх перед Всевышним. Потому что золото, серебро, богатый, бедный – это Акодыш Баругу решает еще за 40 дней, до того, как появляется, зачинается плод ребенка, уже выходит в Батколе, говорит, будет он богатым или бедным. Не то, что это совсем не меняется, понятно, что меняется, в зависимости от его усилий, в зависимости от Мишанэ Маком, Мишанэ Мазаль, человек может изменить свою Мазаль, все это может произойти. Но есть вещи, которые Акодыш Баругу полностью оставил на человека. Это то, насколько человек вырастет в себе страх перед Всевышним. Опять же, здесь может участвовать какая-то сиута дэшмая, какая-то помощь Гошема, молитва может помочь, но тем не менее, это не бэйдэйшамайм, это не в руках у человека. Поэтому это редкая для Всевышнего вещь, поэтому страх перед Всевышним – это то, что он оставляет сокровищницей. У каждого человека есть копилка, которая находится у Всевышнего. Мы кладем в эту копилку нашим Митцвод, наш Аверот, кто чего. И страх перед Всевышним – это одна из вещей, которая занимает особое место в копилке Всевышнего, потому что это то, что заработано самим человеком, это уровень, на который вышел сам человек. Остальные вещи, они муцуим, они находятся перед Творцом. Это редкая вещь. Это первое, что я хотел отметить. Теперь, комментаторы на Гаона объясняют здесь, мы это много раз касали, но тем не менее, что оцер Иры, что такое оцер, что такое сокровищница, которая находится перед Гошемом, это то, что есть у человека, которое зависит от его силы выбора, который он делает. И хера человека, выбор человека, оно находится, человек выбирает что-то позитивное. И Ирад Гошем, это награда, Ирад Гошем, страх перед Всевышним, который находится в сокровищнице Всевышнего, это наиболее редкая вещь, и поэтому это настолько редкая, настолько тяжело достигаемая человеком вещь, что окодыш-бругу ее кладет отдельно в свои сокровища. Это то добавление, которое привели, вот тут у меня в книге есть город, такие добавки небольшие, которое взято из рукописей Гаона. То есть, все, что я читаю, главный текст, это то, что издано Гаоном уже не черновик, а это добавка, которая находилась в черновике Гаона, который называется «Ктав-яд», рукопись Гаона, и это то, что Гаон имел в виду, поэтому его мне здесь привели. Теперь, что такое Нехмат? Мы говорим, что есть Оцер, и Оцером мы назвали во втором комментарии «Страх перед Всевышним». Нехмат – это вкус, ну как это, удобное, приятное. Приятное. Приятное, то, что приятное находится в сокровищницах, это Тора, про которое сказано, что слова Тора, они более приятные, чем золото, точка. Это щемен, масло, которое находится в сокровищницах, это митцвод, который человек делал. Как сказано, что это цитата, которая приводится из Кагелита, 9 глава Кагелита, где сказано «Всякое время пусть будут твои одежды белыми, и масло на твоей голове пусть будет так, чтобы его не не хватало». То есть человек должен постоянно вести себя так, чтобы он был одет в белые одежды, и постоянно голова его полита маслом, полита маслом, и понимаешь, что это что-то позитивное. Сегодня, я думаю, что голова, политая маслом, это будет не совсем, а вот у них это что-то было такое украшающее человека. И он говорит, что означает одежды, белые одежды, это медот человека, качество человека. Качество человека, одежда это качество, качество человека могут быть белые, может быть грязные одежды, то есть качества могут быть загрязнены, а могут быть отбелены. Так вот, отбеленные одежды это качества, которые приготовлены так, что они являются наиболее рентабельными для службы Всевышнего. То есть они настроены позитивно. Мы уже обсуждали, что бывает качество, даже такое качество, как гнев, которое, понятно, что отрицательное качество, обычно. Тем не менее, периодически это может быть очень позитивное качество для службы Творца. И когда говорится белая одежда, это имеется в виду, что ты должен одеть себя в такие качества, которые наиболее сейчас правильны для службы Творца. Человек должен исправлять свой медот и пользоваться этими медотами, этими качествами, как одеждами. В один момент надевать ту одежду, которая нужна сейчас, в другой ту, которая нужна потом. То есть они должны быть постоянно чистыми, поскольку медот называется одеждами, мы это обсуждали, как мы говорили раньше, в 20 главе он уже это приводил, но мы это говорили неоднократно, поэтому я не думаю, что надо сейчас к этому возвращаться. И что у нас остается? Масло, которое на голове не будет, это митцвод, это заповеди. Заповеди называются маслом, шемен, потому что Тора, это, что это Тора? Это ор, это свет, а масло, это свеча. Свечки делаются на масле, и митцвод они немножко освещают, но Тора дает такой полный 100% свет, и невозможно, чтобы Тора, она сияет, она светит даже без шемена, даже без масла, потому что это и есть свет. Но митцвод, они являются частью свечи, и они не могут светить, а только если в свечку добавлено масло. Свеча имеется в виду стаканчик с фитилем. Когда туда наливается масло и подносится огонь, то свечка начинает светить. Без масла свечка не работает. И он говорит, что эти три вещи, страх, Тора и заповеди, это то, что является наве хахама. Наве, это не знаю, как по-русски перевести. Есть такое слово, нун, ваф, гей, кто-то знает перевод по-русски? Отдача. Отдача? Нет. Такое владение, загородное владение. Загородное владение. Мудреца. Окей. Теперь, как Гагро переводит это слово, потому что перевода он не дает, он объясняет, целое объяснение его. Он говорит, что наве, вот когда-то, когда я начинал эти уроки, у меня была сзади доска, и мне разрешали писать. Теперь мне не разрешают писать, поэтому вам надо на слух пытаться понять. Буква, слово наве, это нун, ваф, и гей. Нун, ваф, и гей, это нефиш, рох, нашама. Три части души. Нефиш, рох, нашама не так звучит. Это не аббревиатура этих трех слов. Какое это имеет значение? Наве, это сетер. Сетер, это дословно, это тайна, сокрытие. Соф, тоф, рож. Слово сетер состоит из расшетивого аббревиатуры слов конец, внутренность и голова. Как это сказано в третьей главе, я потом туда пойду смотреть. Наве, сот, наве, это, если прочитать его слева направо, слово наве, то получается гон. Гон, это множество. Что имеется в виду? Что если мы возьмем от слова нефиш первую букву, от слова рох вторую букву, и от слова нашама последнюю букву, то получится слово наве. Таким образом, это некое прочтение трех уровней души, которые есть у человека. Из одной души берется первая буква, из второй вторая, и из последней последняя. Таким образом, вместе это называется аббревиатура, определенный вид аббревиатуры слова трех уровней души. И прочитанное слева направо, это слово гон, гон, это множество. Множество, которое принадлежит хахаму. Теперь, это наве хахам, это человек, который все три уровня своей души присоединил к собиранию того, тех отцарот, тех, как их называют, богатств, сокровищ, которые можно собрать в этом мире, то есть торы и заповеди, и человек, который ксиль, человек, который глупец, он делает все наоборот, он все, все богатства этого мира проглатывает, и ничего от него не остается. Ксиль, это человек, у которого существует главная душа, это нефиш бьемид, это животная душа, и таким образом он ведет себя, как животное. Каким образом ведет себя животное? Оно все глотает и идет только за своими таавот, только за своими... Ой, ужас какой. Только за своими таавот, только за своими желаниями к получению удовольствий, вожделениями, как мне подсказывают. И еще я вспомнил, есть слово, занимается чревоугодием. Но я не могу эти слова по-русски говорить, это меня раздражает немножко. Так вот, человек, который живет так, как живет скотина, он сжирает все, что у него было, все сокровища этого мира, и у него ничего не остается. Человек, который превращается в наве, наве это нефиш, рох и нишама, из каждого из которых взят определенный уровень, то есть то, что написано, запись, которая называется бессеттер, тайной записью. Это не первые буквы, а от одного первого, второго, третьего, последнего. Таким образом, здесь включается понятие сеттер, тайна. Человек, который постигает тайны жизни в этом мире, когда все, что есть в этом мире, посвящается Творцу, это наве хахам. Вот этот вот человек, он приводит к тому, что у него все сокровища остаются Ла-Ла-Маба. Это краткий, как бы, пересказ Гаона, двух комментариев Гаона. Таким образом, у нас есть комментарий Пшата Мальбима, который объясняет, что потратить деньги, сокровища этого мира нужно на Ацдоку. И второй комментарий, это комментарий, комментарий, принадлежащий второй и третий Гаону, что либо речь идет о Торе, либо речь идет о Ирад Шамаем. И повторять еще раз, я думаю, что не стоит. Откроем еще одно место, которое я хотел прочитать. Одну секундочку. Пока я его ищу, относительно человек, который все съедает, был такой, что-то я не могу найти, был такой анекдот по поводу того, как какой-то сабантуй, какая-то пьянка, я не знаю, как назвать, шведский стол, куча разных видов еды, ты подходишь, берешь со стола, садишься и кушаешь. Какой-то мужик, естественно, из России, прибегает, набирает себе все, что там было в большом количестве, только пара тарелочек ставит и начинает уплетать. Смотрит, рядом сидит мужик, который пьет минеральную воду и печеница кушает. Он говорит, что делаешь? Тут, говорит, 12 сортов мяса самых разных, рыбы, икра, коньяки, виски, а ты тут воду с печеньем. Он говорит, вы знаете, я кушаю, когда я голодный, но ты, мужик, прямо как животное. Так вот, животное, оно отличается тем, что все, что есть, его функция, это съесть. Больше ничего нет. Он может контролировать, есть больше или меньше, но оно съедает все, что есть в Алла-Мазе, и у него ничего не остается на потом. В отличие от человека, чем мудрее человек, тем больше того, что есть в этом мире, он оставляет на Алла-Маба. Человек, который поглощен своей тайвой, и основная его часть – это тайва, это стремление к получению удовольствия здесь и сейчас, то в этой ситуации ничего из того, что у него есть, не останется в Алла-Маба. Это общая идея пасука, как в двух комментариях Гаона, так и в комментарии Мальбина. Теперь, есть еще пасук в третьей главе, только я не знаю, насколько нам надо сейчас в него входить, одну секундочку. И понятно, что я цепился за слово «навэ», которое здесь употребляется. Свет Всевышнего, он освещает дом Раши, и вот «навэ», вот это вот, не знаю, как по-русски перевести, которое есть со Цадиким, «жилище Цадиким», оно будет благословлено. И здесь Гаон говорит, что Раша – это противоположность антоним слова «цадик». Раша – это человек, который оставляет Тору и Митсвот ради того, чтобы заполнить свою тайву в этом мире. Это и есть животное дыша фактически, потому что у животной души нет ничего, кроме тайвы, и очень трудно требовать от кошки или от коровы, чтобы она думала о том, как правильно посвятить свою жизнь, и то сено, которое ей дали, и как правильно с ним себя вести. Это обычно не делают. Ну, а Кодыш-Барву, Раше, нечестивцу, он посылает всякие неприятности в дом, но страдания. Но Цадиким у них, их жилище, оно благословлено. То, что сказано про праведника на «в», а про Раша сказано «дом», и то и другое, наверное, правильно перевести как «дом», не обязательно «загородный дом», «дом», «жилище». Потому что Раша, он превращает… На самом деле, вы правы, Гидалия, вы правы. На «в» это что-то более временное такое, менее постоянное, более похожее на дачу. И это нам сейчас понадобится. Байт – это более постоянное, на «в» это более временное. Почему так сказано? Потому что нечестивец, для него этот мир, это является главным, поэтому то, где он находится, называется домом. Но Цадиким у них мир, этот мир, он не является их домом, он вот такое временное пристанище, что-то ближе к шатру, что-то такое непостоянное, поэтому называется «наве». Это временное. Поэтому сказано, что даже то, что у них называется временным, и они не хотят, Цадиким не стремятся к таве этого мира, к удовольствиям этого мира, несмотря на это, они получают броху в этом мире. Суть этого, говорит Гаон мелким шрифтом, состоит в том, что дом, он состоит из сот, байт и текра. Это фундамент, сам внутренность и потолок. И здесь сказано, что это сетер, то есть, что такое сетер? Мы уже говорили, сетер – это тайна. Соф, тох, рож. Аббревиатура, сетер на иврите – это слово тайна, ластир – скрывать, сокрытие. Она состоит из трех слов, аббревиатура трех слов. Это конец, внутренность и начало. Это речь идет о доме. И это другими словами, это тело, которое находится внутри этого мира. Что это и то, и другое называется домом. Но цадиким, их главное жилище – это не жилище, а дом. И это не тело, а наоборот – нефиш, рох и нашама. Это то, что является у них. Сов, тох и рож. Конец, внутренность и голова, начало. Это и есть наве, которое состоит из, если прочитать это чуть-чуть иначе, это гон, множество, и прочитать это нун вавгей, в терминах кабола, это нецах вгод, две из нижних сферот, которые являются, которыми Всевышний раскрывает все в этом мире. Поэтому ешорим, ешорим – это выше, чем цадиким. У них есть понятие сот, а у цадиким – это именно наве, это именно временность этого жилища, которая при этом показывает, что даже в этом временном жилище, для них является в них, в этом жилище основное, три уровня души, которыми не служит Всевышнему. Поэтому, возвращаясь к нашему пасуку, после того, как мы разобрали байт и наве, что это такое, вернувшись к нему, что у нас получается? Я читаю просто пасук без комментариев. Оцар, Нехмат и Шемин – это сокровищество, сокровище, приятность, удовольствие и масло, которое возливается, они находятся у наве, который хахам в жилище, мудреца, но глупец – это тот человек, который все это проглатывает, и у него ничего не остается. Теперь мы можем сами вспомнить, увидеть три комментария, которые к ним относятся. Мальбим – это материальное имущество, которое тратится над сдоком Асим Тавим. Гаон – это два комментария. Либо Ират Шамаем, боясь Всевышнего, которая в сокровищнице Творца, либо Тора, в зависимости от того, кому я ее преподаю, нечестивцу, человек, которому не надо преподавать, и тогда я трачу все, и от Тора ничего не остается, я добавляю камень к мраколесу, либо человек, который дает Тора другому человеку, которому стоит ее давать, и после этого эта Тора находится как награда человеку после смерти, не только при жизни, но и после смерти, и таким образом она становится вечной, и это три пируши, которые мы прошли, и прошли, что такое наве. Получилось довольно длинно, но вот так вот. Теперь Байзра Дашем надо двигаться к следующему пасуку. Пасук номер какой? Момент? 20... Нет. 21 еще. А, мы не прочитали. Мальби мы прочитали на два пасука, а Гаона только на один. 21-й пасук говорит, Родев Сдоков и Хесед им Са Хаим Сдоков и Кавод. Человек, который преследует Сдоку и Хесед, он находит в себе жизнь Сдоку и почести. Говорит Гаон, об этом сказано. Пасук, который мы уже читали однажды, в третьей главе, не то, чтобы мы его помнили, но этот пасук очень часто цитируется, в частности, считается во время Шахриса, когда поднимается Сейфер Тора, и мы говорим Зо де Тора Ашерса Мойшелев на Исраэль, и говорим Эцхаим Гила Макзикин Ба, дерево жизни для тех, кто ее держит, и дальше мы добавляем такую фразу, мы говорим Орахьемимба имена, долголетие находится с правой стороны, имеется в виду от Торы, об Асмаала, а с левой стороны находится Ошер Ваковод, богатство и почести, почет. И вот есть в Геморе Шаббат задается вопрос, с правой стороны, что мы сказали с правой стороны, находится долголетие, спрашивает Гемора в трактате Шаббат, долголетие с правой стороны от Торы есть, а Ошер, богатство и Кавод, и почет, что нету, что это значит, есть разделение, это справа, это слева, что имеется в виду, отвечает Гемора и говорит, с правой стороны есть и Орахимим, и тем более Ошер Ваковод, и тем более там есть богатство и почесть, но те, кто идут налево от Торы, с левой стороны, там находится Ошер Ваковод, но там нету Орахимим, там нету долголетия, что имеется в виду, понятно более или менее, думаю, что нет, имеется в виду, что есть два вида этого мира, в этом мире есть два подвида этого мира, один из них это этот мир, который плохой мир, плохая часть этого мира, он называется Каводом, он называется почетом, и из него очень трудно перейти к понятию Митцвод, к исполнению заповедей, когда человек, его суть в этом мире гнаться за Каводом, родев Кавод, то в этом случае очень трудно отойти от Кавода, от почета и заняться немножко заповедями, я не думаю, что я буду сейчас в это входить, но два слова даже, а не две минуты, Кагелет, когда начинается Шлом Амелах в книге Кагелет, он начинается и продолжается, много раз он говорит Гевель, 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 все суета, сует, как переводят переводчики, я не знаю лучшего перевода, Гагро в предисловии книги Кагелет объясняет, что Гевель это сын Адама, которого зовут Гевель, и здесь речь идет об отношениях между Каином и Гевелем, у них были разные Ецергоры, кто из них был лучше и кто хуже, очень трудно за один раз ответить, наверное, Каин все-таки был хуже, но тем не менее, это совершенно не такая простая вещь, потому что речь идет о двух видах Ситрохры, двух видах Ецергоры, которые есть у человека, которые родились от Адама Решона и которые не могли оставаться в мире, поэтому понадобился третий человек, Шет, от которого уже идет весь человеческий род, а Каин и Гевель, они должны были в том или ином виде исчезнуть из этого мира, Ецергора Каина это Таева, Ецергора Гевеля это Кавод, и Геон объясняет, каким образом это видно, Каин, он выращивал сейчас, кто из них что делал, я забыл, Каин выращивал на земле пештан, да, лен, а Гевель, не, наоборот, Каин земледелец, значит, все правильно, Каин выращивал лен, а Гевель занимался тем, что разводил скот, мясо они в тот момент не ели, есть известный мидраж по поводу того, что Адам и Решон и Хаву кормили мясом ангелы в Ганедоне, но после того, как с Ганедоном было на некоторое время отложено, и Адам и Хава, в том числе Каин и Эвель уже жили не в Ганедоне, а ходили по земле, то после этого основная их еда была растения, растительный мир, и до Нолха мясо было запрещено в пище, поэтому все, для чего нужно было земледелие, скотоводичество, это для одежды, одежды, это некий иньян, не только для того, чтобы согреться или цниюта, но это еще и иньян кавода, вопрос, связанный с почестями, Гемора в трактате Шаббас говорит, по-моему, Раби Йоси это сказал, если я не ошибаюсь, что всегда свою жену я называл локарати лаишти ла бейти, я называл свою жену иначе, как мой дом, и не называл своей одеждой иначе, чем михубдони, от слова кавод, то, что меня уважает, одежда делает человека уважаемым, приличная, я не знаю, белая рубашка, галстук, выглядит прилично, что там внутри, это отдельный разговор и так далее. Одежда, суть одежды, это кавод, и это суть, это суть Каина, нет, суть Гевеля, а суть Каина, это еда. Таким образом, это две циргоры в виде Таевы и Гаевы, которые встречаются в мире, и Гевель, Гевелли, Мамар, Кагелет, Гаколь, Гевель, относится к второму виду ециргоры, который называется каводом. Здесь он затрагивает эту часть и говорит о том, что тем, кто идет слева от Торы, находится с левой стороны от Торы, поскольку они, тем не менее, они занимаются, они внутри Торы, но так вот, немножко левее, чем надо, то есть два вида Алла-Мазе этого мира. Один, это плохой, который называется кавод, второй, это этот мир, который лучше чем-то, в чем-то и во многом лучше, чем Алла-Маба. Известно, что один час в этом Торе и Митсвот в этом мире, он выше, чем весь Алла-Маба, потому что Алла-Маба человек лишен возможности двигаться, передвигаться, получать, расти, он находится в состоянии некоторой, но это не совсем так, я не совсем правильно говорю, но более в статичном состоянии, чем в Алла-Мазе, в Алла-Мазе можно многое изменить в этом мире, Алла-Маба, там менять уже практически ничего нельзя, и эта часть Алла-Мазе, которая является такой позитивной и хорошей, она имеет название Ошер, богатство, что богатство дает возможность человеку осуществлять заповеди, например, самое примитивное, это то, о чем говорит прошлый посук, этот с докой и беносим тамими, хорошие дела, и об этом часть говорит, говорят наши Хазаль, Перке-Авод, не знаю, Хазаль я не уверен, авторы Перке-Авод, Мишна говорит, лучше один сейчас шувы и хороших действий в этом мире, чем весь, вся жизнь в Алла-Маба, вот, и с другой стороны, понятно, что одно мгновение Алла-Маба несравнимо со всем Алла-Мазе, но здесь мы сравниваем с тем Алла-Мазе, который называется Алла-Мах-Кавод, мир почестей, когда человеку очень трудно оторваться от любви самого к себе и перейти к любви ко Всевышнему и к каким-то митцвод. Окей, что находится с правой стороны от Торы? Орах-Ямим, продление дней. Что такое продление дней, Орах-Ямим, есть день, который так и называется Йом-Шик-Уло-Арах, день, который весь длинный. Весь Алла-Маба это один день, который очень-очень длинный день, бесконечно длинный. Только я не знаю, не хочу сейчас входить в определение, понимать, не определение, определение дать не могу, но даже какое-то минимальное пояснение, что такое время внутри Алла-Маба, там есть время, это время абсолютно не связанное с тем временем, которое мы понимаем сегодня, и это так же, как не связано с тем временем, который мы не понимаем, что такое время до творения мира, оно тоже существовало, существует Медрашим, из которых видно, что оно существовало. Например, что Тора была сотворена 26 веков до, 26 поколений до творения мира, соответственно, там тоже существовало какое-то понятие времени, совершенно другое, чем сейчас, мы не будем в него входить. так же мы не будем входить в то, что такое время, которое будет в Алла-Маба, это время, которое все называется завтра, все время, в котором мы живем сейчас 6 тысяч лет, это называется сегодня. Так вот, когда мы говорим, что Орахимим, долголетие, длинные дни, которые будут находиться тем, кто находится справа, в Торе, с правой стороны, это имеется в виду Алла-Маба, который создан с правой стороны, неважно сейчас, входить в это я не хочу сейчас, и Ошер-Ваковод на это богатство и почести есть тоже у человека, который находится с правой стороны, как сказано в Геморе, что те, которые находятся слева, у них есть Ошер-Ваковод, но долголетия, длинных дней у них нету, но те, кто находится слева, у них есть и Ошер-Ваковод, но долголетие находится только у тех, кто находится справа, и это Алла-Маба, это изучение Торы, Ло-Ла-Шем-Кавод, а Ла-Шем-Тойра, и это те люди, которые найдут жизнь, что такое Лим-Цо-Хаим, что такое найти жизнь, это Ой-Ла-Маба, это грядущий мир, Дздока, это то, что называется Ошером, Ошер это богатство, Дздока называется богатством, потому что на самом простом уровне, человеку, у которого есть такие возможности, он может сильно больше дать Дздоки, соответственно, это намного большая митсва, Кавод, он весь находится только в Алла-Мазе, Калам-Габа не имеет никакого отношения, Алла-Маба и Кавод это как бы, ну, от Дздока имеет отношение к Алла-Маба, потому что от Дздока, она вся остается, с Харью, весь остается в Алла-Маба. это объяснение Нелфи-Пшуто, не по простому объяснению. Пшуто имеется ввиду, что наши нужды называются Дздокой, то, что нужно человеку в этом мире, это имеет название Дздока, то есть, что ради Хеседа, который делает человек, появляется жизнь, ради Дздоки человек приобретает Дздоку, то есть, то, что ему понадобится в будущем мире, он зарабатывает Дздокой, который он делает в этом мире. И когда он преследует Дздоку и готов Левазот это осмо, то есть, немножко себя ущербить, я не знаю, как это сказать, опозорить себя, то тогда он приобретает кого-то, тогда он за счет этого приобретает кого-то. То есть, человек, который имеется ввиду с левой стороны от Торы, с левой стороны митсвот Торы, который человек готов ради митсвы немножечко принизить себя, опозорить себя, то за счет После этого он приобретает кавод, в том числе в Алла-Мазе. Но сдока, ошер, это находится там, где находятся длинные дни, длинный день, это Йом-Шик-Оло-Арох, день, который целиком длинен, это Алла-Маба. Поэтому кавод к Алла-Маба отношения не имеет, а ошер, то есть материальность, которая посвящена, вместо того, чтобы ее потратить на тайву, человек ее тратит на что-то позитивное, сдоку-Масим-Тавим, тем самым он приобретает Алла-Маба. И получается довольно такая картина, что с помощью заповедей, с помощью материального мира, с помощью митсвы-дзодоки, можно купить себе кусочек Алла-Маба. Купить, я сказал, специально поставил акцент, заработать Алла-Маба с помощью этой митсвы. Это Пшат-Лфи-Гаон, в Фимальме мы уже прошли этот пасук. Вот, до новых встреч в эфире, всего доброго, мы дошли до 22-го пасука. Продолжение следует...